МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Сергея Манько. Вітаю вас и головная о выпуску. Перспективы малого города. Распрацованный генеральный план развития Пуховицкого района. Перспективы развития поглощает застройкой города населенные пункты. Проционная биография должен ее километры. 20 омого кострышника, автомобилисты и дорожники означают профессийное свято. Внимательность надо. Движение большое, транспорта много. Про ты, кто выбрал жить все в дорозе. Татьяна Кристофович. Святочный номер. Редакция крецкой районной газеты «До новых перемог» отзнашила 70 годзи. До новых перемог она должна была, есть и будет. Ньюсмейкер районного масштаба. Наш репортаж. Починаем выпуск. Ситуация на дорогах. Двесь мярутный аварий из удела молодых водителей. Отвылось на Минщине за минулые сутки. Так на Копышчине 19-годовый хлопец без правов не справился с кированием легковика. Машина перекулилась. Загинула 15-годовая пассажирка. Потерпел и 23-годовый молодый человек, который находился на переднем сиденье. Керутся. Вместо здоровья сбега, однако худкой его удалось изнасти. Узбуджена криминальная справа. Подобная авария сдарилась поздно в вечере на Солигорщине. 27-годовый водитель не справился с кированием, машина урызалась у древа. Увы, некуда ТЗ керутцы и пассажиры, які знаходился на переднем сиденье, загинули на месте. И еще один пассажир у тяжким стане у лякарни. У обо двух авариях ни керутцы, ни пассажиры не были пришпилены раменями безопасности. Будь заважны, у Темры специальную профилактическую акцию проводить аутоинспекции Минщины. У полю зроку супрацовника УДАИ безпека пешаходов. С початку года у регионе отбылось 180 ДТЗ с уделом пеших удельников дорожного руху. 60 человек загинули. У большинства выпадков трагеды отбылись у темный час суток и по вине самих пешаходов. До конца месяца аутоинспектор узмуцкнет патрулевание наибольше небеспечных скрыжеваний и самых загруженных дорог у населенных пунктах у Темрику и на Весце. Пешеходы, не позначенные светло отбивающими элементами, могут отримать значные штрафы до трех базовых величин. Зрештою первый раз у працовники ДТЗ обмежевываются попереджинами. Перспективы малого города. Это распроцованный генплан развития Пуховицкого района. Головная задача ближайшего часа – порепшение умов проживания местовой жахару. Сгодно прогнозу до 2030 года населенство района повеличится до 75 тысяч человек. В везках и в городе будет проживать прикладно однольковая колькость людей. Меркуется, что в межрайцентре будут включены несколько новокольных населенных пунктов. Это поспоряя развитию инфраструктуры на вез, порепшится транспортное вслуговывание и качество дорог. Развитие города вовлекает в себя, поглощая застройкой города населенные пункты, такие как Ковалева, которые непосредственно примыкают к городу. И в непосредственной близости населенные пункты, такие как Сеножатки и Дайнова. Что касается восточного направления развития города, это бывшие земли военведа, которые нам в некоторое время назад переданы. И развитие города будет в восточном направлении иметь многоэтажную и индивидуальную жилую застройку. Працовная биография довжения у километра 27-го Костричника. Автомобилисты и дорожники краины означают профессиональное свято. Лепших супрацовников Грины Минщина отримали подяки и премии. Сирот Пераможцева и простойники Воложинского района. Водитель местопого автопарка Казимир Томашевич за рулем уже три десятки годов. Про тех, кто выбрал житие у дороги. Татьяна Криштофович. Его жизнь дорога. На колах автомобиля Казимир Францевич 33 года объездился в Беларусь. Сегодня его рабочий маршрут Воложин-Минск. Трассу ведает досконала, а лезть оружность и увага ни в каким разе не пошкодить. За спиной у каждую поездку 30 пассажиров. Внимательность надо. Движение большое, транспорта много. Особенно выходные. С Минска, сами знаете, в Минск заехать, и с Минска там вообще и пробки. В первую очередь безопасность, люди. Всегда пообщаешься с народом, и новости какие-то знаешь. Престиж профессии штата автомобильного парка – 112 человек. Это надеянные люди, опытные водители с великим стажем. По за стенами организации Снуенова Чаргана – прационное место. Приходят молодые люди, которые работают, но не обходятся и без стражи. В будущем, думаем, разобьем по бригадам таким, которые есть помоложе, которые есть средняки и есть пожилые, чтобы как-нибудь установить соревновательный такой момент работы. Сюня тут ожидаются пассажирские грузоперовозки. Воложенцы – лидеры по укоронению инноваций. А так самоодновление материально-техничной базы. Аутобусы были лазы, пазики. А сейчас, вот видите, стоят пазики больше. МАЗ-256, МАЗ-104 стоят уже. Грузовые были 8-10, а сейчас 20 тонны. Всем будет работать в сооруженной технике. Рыхтой сани летом, а транспорт заложен перед морозами. Процесс «МАЗ» необходимо охредить кожную машину. Заменить колы, проверить масло и фильтры. Теперь готовим технику к зиме. Поступают заказы, разные детали надо изготавливать. Торо детали изношены, заменяем, готовим. Но к сроку к зиме все же должны сделать. Можем генератор, стартера, чтобы зимой было меньше проблем. Аккумуляторы. Смотрим, утосл какой там у нас. Ну, все-таки масло меняем. Новый транспорт, безопасность на дороге. За прошлый час Воложинский автопарк значительно обновился. До конца года тут набудут еще сучастный комфортабельный автобус. Татьяна Кристофович, Антон Червяков, Минщина. Святочный номер. Редакция Крецкой районной газеты до новых перемога значила 70 годзе. Неогриджи на сталый взрос, редакция сочет за сучастными тенденциями в сусветной прессе и забеспечивает читачу оперативными новинами и цикавыми артыкулами. Летось журналисты отримали одну из самых престижных премий – золотую ритру. Ньюсмейкер районного масштаба. Наш репортаж. У юбилейный день штат редакции районной газеты повеличился удвоя. Со святым журналистов, венши уйти коллеги и заузятые читачи. Миколай Михайлович районку памятая еще с детинства и сегодня называя себя активным читачом. Разм с журналистами переживал разные часы. Стоял вопрос, нужна ли газета. И всегда газета доказывала, что она нужна. И особо импонирует то, когда в начале 90-х лет было модно менять название газеты. Они отстояли и все их, и учредитель в первую очередь поддержал, что до новых перемог она должна была, есть и будет. Посмотрите, сколько у нас в этом году наград. Мы очень хотели достойно выглядеть перед ветеранами в юбилейный год. Блога-головного редактора выдания тут сустракают як гонорового гостя. Тамара Лявонтьюна отдала газете 15 год и теперна зирая за житем выдания, як читач. Приемно то, что и звонят, и пытаются оценку, как сегодняшняя газета. Безумовно, газета это ж не девчина, она подаваться в уголе не будет. Некий материал закоронения, некий материал обурить. Газета живет в ритме часу, оперативные новины, життя обычных людей. Головные темы кожного номера. Правая рука редактора отказный секретар газеты Ирина Ша. И у свято працует над черговым номером. Наполнение полосы у редакования – ее буденная праца, пишет и сама. Ее материалы, присвеченные правоохранной тематике, все лета были отзначены на международном творческом конкурсе. Поколение старше уходит, и молодежь сейчас в интернете. Насколько печатным материалом они интересуются, поэтому мы разворачиваем такую политику, именно чтобы привлечь молодежь. Не только чтобы читали, но и чтобы приходили и работали здесь. Журналист Юры Мыслицкий все лет отримал премию «Золотое пяро» за серую публикацию про земляков, что живут за мяжой. Это девушка Ольга Крепиевич, она работает в Нью-Йорке в страховой компании солидной на Уолл-стрит. Я нашел уже в Палестине, в Китае наших земляков, в Германии, в Франции, в Англии. Доследование леса у интересных людей молодой корреспондент протягнет ее с задумкой для новых артикулов. Стараюсь получше писать, чтобы и золотая литера тоже была у меня. Навыто юбилей редакция живет в буденном графику. День корреспонденту починается с планерки у головного редактора. Надо обязательно связаться с Лазовичами по конкурсу «Доярок» и «Пахарей». Сегодняшний керовник газеты Жанна Гардиеюч, головный креативщик и новатор. Опошняя тенденцию, сусветной прессе знаходит свое применение и на сторонках провинцийной газеты. Не полохаются тут и критиковать местовую ладу. Пресса в самом деле должна быть партнером власти. И то, что подметит пресса, воспринимается наоборот как положительный результат общей нашей работы. Потому что если пресса подметила, соответственно будет и реакция. Редакция заусюды працует на потребу читача, а те отказывают взаимностью. Район конаклечене литерально в каждом доме. Юбилейный номер уже в руках от данных читачов. Анастасия Тулупова, Сергей Манько и Максим Рагаунев, Минщина. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.